В 21.10 по московскому времени самолет с футболистами Рубина 1994 года рождения приземлился в Казанском аэропорту. Наши игроки приняли участие в международном футбольном турнире Future Champions Go Tank в ЮАР и прилетели с далекого континента в ранке обладателей второго места. Турнир высокого уровня, то есть это национальный турнир. Каждая команда была организована как и в атакующих действиях, так и в обороняющих действиях. Две из этих команд, мне хочется как бы реализовать, что были индивидуально сильные футболисты, но вместе их не было, что позволило нам воспользоваться этими моментами. В целом очень сильного уровня команды, в которой действительно есть смысл играть для того, чтобы дальше, дальше посовершенствовать свой уровень. В африканском турнире для футболистов не старше 94-го года рождения участвовали команды со всего света. Мексика, Бразилия, Чили, ну и африканские команды, а еще по СВ было голландское. Казанская молодежь свой путь в турнире начала с обидного проигрыша Бидвест Вайтс со счетом 0-1. Следующие две игры Рубин 94 сыграл в ничью с командами Джома Космос и Янг Зеброс. Драматичный полуфинал с командой из Замбии Кэстарс завершился в серии пенальти, где наши футболисты забили 4 штрафных удара и пропустили лишь один гол. Все пенальтисты, в первую бил Юра Савосин, потом Леша Курзенев, Миша Петролай и Данил Пайбаш. Все забили. Выиграли по пенальти у Замбии. Ввели 1-0, вначале забили, но и потом в первом тайме пропустили, весь второй тайм играли так туда-сюда. То они нас, то мы их атаковали. И так до пенальти дошли и выиграли по пенальти. В финале наших игроков ждали их ровесники и стороны, в которой футбол возвышен в ранг религии. Право называться лучшими Рубин 94 оспаривал с атлетиком Минейра из Бразилии. В этом финале казанские игроки уступили со счетом 3-0. Ну, конечно, мы не ожидали такого исхода. 3-0 для нас это больный счет. Мы настраивались на победу только так. Ребята в конце финала были очень расстроены, но хочется всем ребятам сказать огромное спасибо за то, что они отдались полностью, старались, сделали то, что и было в их силах. И, соответственно, им огромное спасибо. Международный турнир, который принимала сторона-хозяйка прошлогоднего чемпионата мира, дал возможность нашим футболистам по-настоящему оценить то, на что они готовы сегодня. И представить казанский Рубин только с лучшей стороны, о котором на другом континенте... Теперь знают.